Самая необычная в мире рукотворная туннельная дорога в горах. Каменный туннель Голианг является, пожалуй, одним из самых необычных рукотворных китайских проектов. Длиною 1,2 километра и высотой более 5 метров, он расположен высоко в горах Тайханшинь, в китайской провинции Хэнань. Во всем мире эта туннельная дорога признана не только невероятно красивой, но и крайне опасной. Малейшая ошибка автомобилиста может закончиться, как говорят местные жители, большим переполохом в маленьком Китае. Вырезанная прямо в скалах, дорога Голианг была открыта для движения 1 мая 1977 года, став практически сразу туристической достопримечательностью страны. Она ведет к отдаленному селению, находящемуся высоко в горах. И по правде говоря, ее жители вовсе не рады повышенному вниманию туристов. Впрочем, некоторые из них пытаются на этом заработать, предоставляя услуги проводников и торгуя всяческими безделицами. История строительства этого горного участка дороги весьма любопытна. Небольшая деревушка Голианг славится своим необычным расположением, самобытной культурой и великолепной природой. Расположенная на высоте 1700 метров над уровнем моря, с незапамятных времен она являлась абсолютно изолированным поселением. Чтобы попасть в нее, вам требовалось поначалу преодолеть долину с вздымающимися по бокам отвесными скалами, а затем долго и тяжело карабкаться ввысь по крутым, узким ступеням, выдолбленным прямо в горе. Эта каменная лестница была настолько опасной и скользкой в любое время года, что ее прозвали дорогой в небо. Обитатели деревни вознамерились своими силами построить связь с миром. Над этим процессом безотрывно, начиная с 1972 года, на протяжении 5 лет работало 13 мужчин, используя исключительно ручные молотки и зубила. История строительства этого горного участка дороги весьма любопытна. Небольшая деревушка Голианг славится своим необычным расположением, самобытной культурой и великолепной природой. Расположенная на высоте 1700 метров над уровнем моря, с незапамятных времен она являлась абсолютно изолированным поселением. Чтобы попасть в нее, вам требовалось поначалу преодолеть долину с вздымающимися по бокам отвесными скалами, а затем долго и тяжело карабкаться ввысь по крутым, узким ступеням, выдолбленным прямо в скале. Эта каменная лестница была настолько опасной и скользкой в любое время года, что ее прозвали дорогой в небо. Обитатели деревни вознамерились своими силами построить связь с миром. Над этим процессом безотрывно, начиная с 1972 года, на протяжении 5 лет работало 13 мужчин, используя исключительно ручные молотки и зубила. Наружу из туннеля выходят 30 квадратных окон. Именно через них в свое время строители выбрасывали к подножию горы выдолбленную горную породу. Сам же туннель является весьма опасным, слоган эта дорога не прощает ошибок весьма ярко характеризует его экстремальность. По правде говоря, не только ехать на автомобиле, но по заверениям очевидцев, идти по нему, местами довольно рискованно и требует отпутника мужества. В нем совсем темно, лишь вырезанные в скалах окна дают скудное освещение. Совершенно невозможно представить, как десяток простых людей некогда сооружали этот необычный дорожный объект. Глядя на пропасть в сотни метров глубиной, разверзающуюся под туннелем, испытываешь благоговейный ужас и восхищение создателями дороги.